Александра Толстая, Роман Дочь, ознакомившись с предстоящей нам работой, я поняла, что можно было сделать очень мало. Два больших школьных здания, совершенно пустые громадные комнаты, ни кроватей, ни столов, ни стульев, ничего. На полу грязные, покрытые тряпками тела, турки, мужчины, женщины, старые молодые дети, все вместе в повалку. Стона, бред, плащ маленьких детей, у некоторых, как мне казалось, подозрительные пятна на лицах. Что это? Оспа? К нам простирались грязные худые руки, женщины плакали, о чем-то просили, молили нас, стараясь объяснить по-турецки, ханум, ханум. Старики молчали, хмурые, озлобленные, они не поднимали на нас глаз, они были заняты. Сняв рубахи и обнажив тощие, смуглые тела, они искали в шее ногтями, щелкая, и вдавили. Я обратила внимание на женщину, сидевшую в углу, странно опустив безжизненно болтающиеся по бокам рукава, она тихо едва слышно, стонала. Руки у нее вывернуты, объяснил мне мистер Яроу на мой вопросительный взгляд. Кто это сделал? Почему? Во время стычки с армянами. Армяне? Ну почему же женщину так изуродовали? Спросила я с удивлением. Я читала в газетах, что турки зверствовали, резали армян. Я не понимаю. Все было. Резня с обеих сторон. Разумеется, во время военных действий имело место и то, и другое. Вражда между турками и армянами длилась веками. Жестокости были с обеих сторон, но здесь, в ванне, нам пришлось наблюдать нечеловеческую жестокость армян. Говорили, что армяне отрезали груди женщинам, выворачивали, ломали им ноги, руки, и жертв этой бесчеловечной жестокости я видела лично. Один раз, запыхавшись, прибежал за мной Анисим. Тетя Саша, скорее идем со мной. Что случилось? Живого турка понесли хоронить. Из здания несколько турецких мальчиков бегом выносили трупы на носилках. Каждый день 15-20 трупов сваливали в старые окопы и кое-как засыпали землей. Смотри, два мальчика несли носилки. Мы остановили их. Старик, глаза закрыты, как будто не дышит. Одна рука свисла и болтается по воздуху. Я взяла ее, чтобы проверить пульс, и вдруг глаза раскрылись. Человек отдернул руку и с размаха положил ее к себе на грудь. Живой. Мы отправили старика обратно в барак, но с этого дня, когда мальчики выносили покойников хоронить, мы шли проверять, нет ли среди них живых.